Друзья, всем привет! А я сейчас иду на встречу с Лешкой. У него сегодня модельная подработка, и он позвонил и сказал, что я тоже могу прийти поболтать с ним после съемок и покушать что-нибудь вкусненькое. Давно его не видела, очень соскучилась. Как раз и спрошу у него, как он живет, где он, что он, и расскажем вам. Вам тоже, думаю, интересно, потому что очень многие подписчики спрашивали, куда делся Леша, и что он совсем не появляется во влогах. Я взяла с собой эгоистика. Едет, социализируется. Посмотрите, какие у него уши шикарные. Вообще. Красивый мальчик, эгоистик. Ку-ку. Скажи подписчикам, привет! Я еду на метро, потому что на метро ехать проще. Сейчас, если я бы поехала на машине, я бы ехала больше часа, а на метро я доеду за 30 минут. Вот мои ку-ку. Социализируемся. А на автобусе тоже около часа, поэтому на метро все-таки быстрее. Эгоистик первый раз в метро. Смотрите, видите, вон те розовые места. Это для временных или инвалидов. На них люди не садятся. Что это такое? Я тут еду, скажи, первый раз, да? Куда меня посадили? У нас сейчас пересадка. Идем на другую линию. В масках обязательно нужно ходить в метро. Нет, неправильно сказала. В метро нужно обязательно ходить в масках. Блин, я весь русский язык забыла, ребят. Иду на пересадку. Мне их нужно сделать две. Вот сейчас проехать одну станцию, пересесть одну станцию и все, я на месте. Но в метро, как всегда, смотрите, продаются всякие вкусняшки. Это хлеб, печеньки, всякие цукаты. В метро еда почему-то самая вкусная. Когда идешь, очень хочется что-нибудь съесть, купишь, поешь, а потом доедать не хочется. Сколько раз так делала, покупаю, например, какие-нибудь вкусные штуки. И сам и не ем. Так. Вроде как нам нужно сюда. Нет, 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 нам надо сюда. Так, здесь видать что-то капает. Все. Иду на вторую пересадку. И я на месте. Блин, эгоистик вообще едет круто. Не гавкает, не вытаскивается, не орет. Вообще молодец, собака. Кстати, поменять ветку очень легко. Вы просто идете туда, где показывают указатели на цвет другой станции. Очень легко ездить в метро. Смотрите, вон, видите, везде стоят стрелочки. И показывают, куда идти. Так, ну и куда идти. Ага, вот. Значит, мне нужно на зеленую. Вот стрелка показывает. Влево. Значит, идем влево. Блин, как жарко в метро, ребята. Вообще жесть. Раньше в метро было прям очень холодно. Прям холодильник. Мы замерзали и возили с собой пледы. А сейчас прям реально жарко. Так, куда? Сюда. Вот так. Видите, мне на вторую ветку, на зеленую. Следуем по указателям. Видите, обязательно нужно... Отсюда люди идут. И сюда люди идут. Видите? Чтобы никто не путался и не было толкучки. Каждый идет по своей стороне. Я не знаю, как в других метро. Я нигде больше не была, кроме в метро в Москве, когда мне было лет 11. И то я не помню, как люди там себя ведут. Напишите, пожалуйста, в комментариях, соблюдают ли в других городах, где есть метро, тоже вот эти вот линии. Кто как должен идти. Мне нужна станция Йонду. Смотрите, здесь написано спускаться вниз. Все, спускаемся вниз, садимся на поезд и едем до лёжки. Надеюсь, что я не опаздываю. Друзья, как вы заметили, в метро есть вот такие дополнительные двери. Их поставили, наверное, лет 15 назад точно. Когда я приехала в 2002 году в Корею, их не было. Их начали ставить после того, как увеличились случаи суицида. Либо кто-то кого-то может вот так вот толкнуть, кто-то улетит и всё. И поэтому на всех сейчас ветках есть вот такие дополнительные двери. Ну и, конечно же, можно видеть, когда придет твой поезд. А пока ты ждешь, можно посмотреть какую-нибудь интересную рекламу. Смотрите, друзья, там тоже есть места для пожилых, для инвалидов. А здесь обычные места для обычных людей. А в некоторых, вот до этого, мы когда ехали, вы видели, есть розовые места, вот такие вот, самые первые, для беременных женщин. Приехали. Приехали. Выходить мне надо на пятый выход. Так, смотрите, здесь везде указаны номера выходов и куда идти стрелочки. Так, пикнули карточкой и пошли. Все, мы на месте. Ребят, вы не представляете, как я люблю этот район. Смотрите, вот здесь вот Хомплюс. И мы жили от этого Хомплюса две остановки на автобусе ВООН в ту сторону. Тут рядом есть речка. И вообще, я не знаю, мне так нравился этот район, но, блин, здесь такие сейчас дорогие квартиры. Я как-то говорила Миланиному отцу, давай купим. Продавали квартиру в новом строящемся доме. Ну, как сказать, типа малосемейки, студия. Она тогда стоила относительно недорого. И он такой, да зачем она нужна? Она маленькая, да ну нафиг. Ну и все. А сейчас эта квартира стоит в три раза дороже. А деньги, которые мы могли бы потратить на эту квартиру, они просто проедены, прогулены на всякую фигню. Корейцы, блин, они какие-то, знаете, я не знаю, как сказать. Погаисти, пошли. Какие-то, какие-то медленные что ли. Ну, конечно, понятно, что не все. Мой такой был. Но это вообще, конечно, жесть, ребят. До такой степени человек, ну, не соображал. Вот если бы мои мозги сейчас, которые у меня есть, вернуть в то время, в то, лет хотя бы 10-15 назад, у меня бы было бы уже три квартиры. И отличная офигенная машина, их, наверное, штуки три. И жила бы я в апартаментах, и свой дом бы у меня был. А так, блин. Блин, это же вот так вот с улицы. Никто и не узнает, что здесь студия есть. Вот. Помните? Мы тут тоже снимались-то. Пойдем. Ой, такой запах приятный, как в садике, когда мы лазили по каким-то гаражам. Ну, не как в садике, а вот в садике, когда мы, например, спускались в подвал. Там тоже так пахло. Так. О, смотрите, и собаки здесь. Привет, собака. Сейчас будет гавкать. Смотрите, эгоистик вообще всегда на других собак гавкал, их всех кусал. Смотрите, а тут друга нашел. Сын, а ты уже со всеми подружился? Привет подписчикам, скажи. Привет. Все тебя потеряли? Да. Заняты? Что заняты, рассказывай, пока время есть. Нет, надо идти. А ты что, волосы подстригла, да? Или у тебя кабаль? Подстригла. Что, правда? Что ты врешь? Подстригла, это моё волосы. Что, правда? Да. Почему подстригла, сказали? Нет, просто подстригла. А тебя не прибили? Не ругали? Нет. Такая классная. Не жалко? Ну, молодец. Иди сюда, скажи, блохая играть. Сына, теперь им нравится, что ты волосы не подстригла? Да. Они говорят, наоборот лучше, чем стриг вот этот короткий. Не, ну, конечно. Так лучше, только надо укладывать. Ну-ка, покажись. Ой, как красивенько тебе сделать. Я по тебе уже соскучилась? Капец. Ты сейчас на Гарри Поттера похож? А они говорят, так делаем Гарри Поттера. Да, да, да. А еще на Бодрова похож. Все русские люди, вот кто смотрит наш YouTube, говорят, что ты похож на Бодрова. Я тебе потом фотку покажу, посмотришь. Ну, похож же, скажи. Не уверен. Да? Если есть так, то я хочу. Молодец. Давай. 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 Молодец, Лешка. Снимается, как будто он тинейджер. На самом деле ему уже старый дядька. Взрослый парень. Вот сразу же хорошо получается. Прям с первых фотографий ее хвалят. Молодец. Молодец. Сына, ой, тебе так этот цвет идёт! Вот этот цвет прям тебе хорошо, хорошенький такой? Красивый? Не, красиво-красиво, прям классно! Ничего себе, как быстро! Молодец! Детям купили сок, посидят, попьют. Ребят, а скажите, как вас зовут? Тебя как зовут? А тебя? А тебя? А тебя? Это вот детки, которые снимаются постоянно в рекламе этой одежды. Алина уже давно снимается. А мистер Че? Мистер Че тут нас контролирует, чтобы мы правильно снимали Сашу. Съёмка закончилась, и Лёша там что-то Милану показывает. А что ты показываешь? Всё. Научил, наверное, какой-нибудь фигне? Нет. Ну всё, детки, пока, мы пошли. Да, ты респондай. Я всё взяла, у меня всё. А, ну всё. Кошелёк твой у тебя. Пойдём в магазин, купим кому-нибудь кофту. А то мамочки-то рядом нету, ходят? Непонятно в чём. Нормальная кофта. Пошли. Ну всё, ребятки, пока. Пока. А ты-то чё, ты со мной? Ты не пока. Пошли, пошли. Пока. Мы пошли в Хомплюс. В Хомплюсе нормальную одежду не продают, поэтому мы решили съездить на Йонсан. А сейчас здесь пройдёмся, возьмём что-нибудь перекусить и на такси поедем на Йонсан, там посмотрим одежду. Вон, вон, вон твои суши, вон. Ну вот, смотри, да, возьми вот такую, прям большую, и съешь сам прям один. Ням-ням. Ну, с мамой. Вот, смотри, здесь вот распродажная есть. Вот Йоно, какую тебе нравится. Любую выбирай, мать тебе купит. Это будет? Сын, а ты хочешь вот такой салатик с креветками? Нет. Нет? А может быть, вот такие роллы? Нет. Вот только вот это и всё? Да. Не маловато? Нет. Ну ладно, пошли. Да, быстрее. Что, в таком-нибудь водичку попить. Блин, Лёша какой-то экономист. Вообще мало взял. Много взял. Вот поэтому такой худенький, потому что ты кушаешь мало. Потом сходим, купим тебе одежду и покушаем нормально, понял? Ладно. Это для переписи. Всё, смотри. Приехали в Емарт. Как красиво-то! Сын, а вон туда пойдём. Вход туда. Ту-дам. В общем, мы успели к закрытию магазина. Купили Лёше вот такую футболку и штаны. И ещё взяли другую футболку и шорты. Мне очень нравится. Да. Вот сейчас ты такой красивый, спортивный парень. Слава Богу, что здесь было открыто. Комсомни, да, какие-то. Пойдём, это уже закрываются. Спасибо, мама. Да. Мы теперь знаем, что наш ай-парк работает до 9. Вот, ребят, смотрите. Давайте вот я специально покажу. Смотрите, здесь нет уже продавцов. Смотрите. Нету продавцов. И никто не стырит всё это. Хотя, конечно, можно было бы. Но понятно, что есть камеры. Но для меня это немного такой нонсенс. Пойдём, сына. Что никто не сворует. Наверное, потому что я с Комсомольской. И мне кажется, что можно было бы своровать. Наверное, мы жили так плохо в своё время. Поэтому мне так кажется. А нормальные люди никто воровать не будет. Скажи же. Зачем вот это вот чужое кому-то надо? Расскажи, Лёш. Вот это у меня, наверное, какие-то совковые мысли неправильные. Смотрите, всё стоит. Никто не ворует. Да потому что люди уже, блин, нормальные. Никому это нафиг воровать не надо. Правильно? Можно заработать, купить. Зачем воровать? Ну вот. Вот чё вот у меня такие мысли, блин, испорченные? Я, видать, думаю, в меру своей испорченности. Ничего, иногда у меня тоже. Ну а что, они остались открыты. Нам было закрыто. Не говори. Они ж не закрыли. Ну. Сын, наконец-то, дома. Я дома. Вот эти шорты купили, вот с этой кофточкой. Вы бы видели его. Хотя вы видели же его. Так, ну на. Чё он у меня просил? Я, короче, вроде потерял наушники. Поэтому мама попросила, если у тебя есть запасные, то give me, give me. А у мамы? Есть запасные. Есть запасные. Наконец-то, с наушниками. Три недели хожу без наушников. Ну как ты их теряешь-то? Ну дома, куда это, положил, пришёл с работы, я не на месте. Так что ложите всё на место, ребят. Никуда ничего не убирайте. Ой, а кто вот слушает тебя? Вы мать слушали, когда вам мать говорила на место ложите? Я положил на место, и оно убралось. Так что это не считывается. Ну, конечно. Давай. Покажи, вот так покажи. Посмотрите. Наушники. Да всё равно они смотрят внутри. Зачем показывать коробку? Я не понимаю. Подожди-ка. Вот так вот. Ну-ка, ты ногти у тебя есть? Ну, всё-таки есть. Не стрёк же. Не стрёк специально, что знал. Надо понадобиться ногти. Не стрёк. Не стрик. Не стрик. По-корейски не стрёк. Ага, точно. Рассказываешь. Та-дам-та-дам-та-дам-та-дам. Наушники Бритц. Заметь. Куда ты? Всё. Замечательные наушники. Долго работает батарейка. До 12 часов. Слышимость офигительная. Мам, нам же рекламу ещё не дали. Да, и это не реклама. Почему вот вам рекламу не дают? Потому что хреново работаете. Нет. Покажи подписчикам. Короче, точно такие уже у Лёши были. И вот он их дома найти не может. Надо красиво открыть. Не надо красиво открыть. Давай. Покажи красивенько. Да. Хорошие, удобные. Красиво открываются. Блестят. Золото, да? Вот тут это. Жёлтый цвет. Вообще есть жёлтый цвет и белый цвет. А у тебя какие были? У меня жёлтый. Такие же? Три раза? Нет, два. Два или три? Короче, он уже. Короче, два или три. Два или три раза. И точно такие же наушники. Он их постоянно покупает, потому что они подходят ему в ухо. У них офигенный звук. Я тоже ими пользовалась. Когда монтировала видео, я прям... Вообще я чуть не офигела, потому что прям неприятно хороший звук был. Вот тут как раз зарядка. Да, зарядка обычная. И это... Короче, красиво выглядит. Раз, наушники нужны. Раз, ты взял. Так. Уматный. Да, ты вот так. Уматный. Мне нравится. Ну-ка, давай, покажи. В уши. Как они в ушах смотрятся. Ага, эти убрали. А то я... Да, защитная плёночка. Не убрал и думал, что звук такой-то странный. Как ты их теряешь, а? Зачем ты их теряешь? Ну, вот сюда надо что-нибудь прицепить специальный. А я прицепляла тебе специальный. Ну, он неудобный был. Он с блутусом же. Ну, а что ты хотел? Без блутуса хотел. А как тогда ты их искать будешь? Блутус. Во. Ну-ка, покажись. Ну да, они прям классные. Поворачиваюсь? Да. Не слышу. Класс. Хорошие наушники. Я знаю, что они классные. Я, конечно, их замылила себе. Замылила себе. Не, моя. Но так как сыну надо... Я если найду, я это туда принесу. Да? Да. Ну, я же говорю, дома где-то пока нет. Я эти пользую. Раз найду, через неделю пять принесу эти. Ну ладно. Они будут одинаковые. Ну, хорошо. У меня, кстати, тоже есть мои любимые наушники. Ну-ка, а где они? А где они? А где они? А где они? Ну-ка, подождите. Подождите, сейчас найду. Вот мои любимые наушники. Фирма Legato. У них тоже офигенный звук. Я в них монтирую. Мне в них лучше слышно, потому что в этих наушниках звук гораздо чище. И у меня такое чувство, что, ну, не получается такой звук. Там в этих наушниках громче музыка. И поэтому, когда я монтирую в них, я музыку делаю тише. А потом, когда смотрю на телефоне, я вообще не слышу музыки. Вот. А вот эти наушники, они более такие подходящие по звучанию в телефоне. То есть, если я в них слушаю, делаю музыку тише, то так же я буду слышать ее с телефона, либо с телевизора. Вот. Ну, вот они удобные, да. Сейчас вот такой вот провод. Потом вот так вот его делаешь, он обратно заезжает. Надолго хватает зарядки. Вот Legato, вот эти наушники мне пипец как нравятся. Они теряются. На шею одела, ходишь, разговариваешь. Если купаться залезла, то вот так вот, как ободочек, на голову нацепила. И все. В этих тоже, кстати, можно купаться. Ну да, вот это вот классные наушники. Они прям для мальчика, для парня. Все, сыночка, ходи и радуйся. Уже рад. Уже рад. Вот такие наушники. Такие вот я рекомендую. Вот такие. И вот такие Legato точно. Другие нет. Ну и сумочку еще сына просил. Да. Авосеньку бабушкину. Ну, мужика, ну, нужна сумочка. Конечно. Чтоб пакеты не покупать. Да. Ну все, пойдем кушать. Мы пришли с Лешей в Щектан. Да, кушать сангепсаль. Мы вообще здесь первый раз. Рядом с нашим домом. Всегда видели, что здесь очень много народа. Вот. И песка не хочешь? Ну, вот. Вообще-то, вон пел. Ну, если хочешь, можно. Хочешь, не надо. Вот. И в общем, решили прийти сюда, потому что все везде закрыто, не работает. Наши кости не работают. А мясо пожарить можно. И здесь, конечно, ну, так себе, если честно. Ну, когда там деревьев. Вот. Пожалуйста. Мясо. Выглядит вкусно. Ну, и ладно, другое я показывать не буду. Главное, чтобы еда была чистая и вкусная. И с сыном хоть поболтать. Так соскучилась по тебе. Забыла совсем снять. Мясо мы вот так вот кладем на фольгу. Жарим. Сюда положу. Уже мясо пожарилось, можно кушать. И я решила еще пожарить чесночок. Но, блин, что-то он пережарился. Сюда положу, сынок. Ну, и смотрите, как всегда нам дали лук-порей, острый перец, кунжутное масло, корейскую пасту, кимчи, листики и чеснок. Приятного нам аппетита! Вот так вот нам поменяли. Как ее сказать? Фольгу. И теперь можем... Ага, концом не до. И теперь мы можем жарить дальше. Вкусненько, сына? Вкусно? Нет. Кушай, кушай. Ой, слушайте, ребят, мы уже наелись. Это последнее мясо. Это я не съем, потому что так много жира. Вот этого я не люблю. Когда много сала. Короче, пока жарится мясо... Сынок, ну расскажи, где ты, Чопи, куда ты пропала, а? Все подписчики тебя потеряли. И мать тебя потеряла-то в первую очередь. Ну, начало решить. Ну, подумал, что хочу пожить один. Ага. Сейчас живу с моим другом вместе. В одной... В одном доме. Вместе живем. Ага. Одна комната его, одна комната моя. Ну и как тебе? Ну, пока вообще нормально. А на работе что? Что за работа, расскажи. Блин, не знаю, как по-русски сказать. Ну, это... Ну, по компьютеру мы работаем, короче. О, как. Ну, нужны будут это... Ну, когда им компьютер, вот так. Бывает, это программа, например, где мне сказать, что у меня компьютер будет не работает. Ага. Что мне делать с этим компьютером? Что принесите нам, я тебе помогу, я тебе это сделаю. Ага. Непонятно. Ну, пока так. А что, дома нельзя жить? Работать и дома жить? Ну, а для мужа надо жить. Попробовать, да? Ну, и как тебе? Домой хочется? Пока что не так уж, но уже я собираюсь скучать. Мой сладкий. Ну, да, вот такая вот жизнь взрослая. Тяжело. Конечно, когда живешь вместе с родными, лучше, скажи же. Ну, а что да? Устаешь на работе? Устаю. Маме, хоть маме звони почаще. Ты вообще возвращайся домой. Я знаешь, что придумала? Такое придумала, что я потом в следующих влогах обязательно расскажу. Все у нас будет хорошо. Я собираюсь идти учиться стричь собак. В следующих влогах я обязательно расскажу, как, что и где. И я думаю, что это капец какая тема. Люди собак любят, а ухаживать за ними нет. А так как ты собак любишь, они тебя не боятся. Я думаю, что тебе понравится. У тебя же нет аллергии на собак. Ну, так бы да. Ну, вот. Как ты думаешь, ты бы смог стричь собак? Ну, я думаю, что тяжело будет. Ну, вот. И обязательно еще надо сдать на права. Поэтому возвращайся, пойдем вместе учиться. Я хочу научиться на механике. Ну, а ты со мной. Давай. Ну, смотри. Ну, давай. Ладно, друзья, все, мы будем кушать. Доедим. А-а-а. А-а-а. Давай, давай. Давай. Доедим уже последнее мяско. Лешу провожу на автобус. Или на такси, как ты поедешь? На автобус. И он поедет к тебе. Сыночка, ну, звони почаще. Приходи почаще. Я попить скучаю. А больше ты будешь? Хорошо. Ну, все. Всем, друзья, пока. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Пишите комментарии. И не подписывайтесь на все наши соцсети. На телеграм, инстаграм, вконтакте. Вконтакте что-то совсем забросило некогда мне. Сыночка, приходи почаще, ладно? Ладно. Все, всем пока. Всем пока. Все, пока, сына. Да, мама, пошел. Давай, пока. Я уже скучаю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok